Прошедшая накануне, 17 августа, очередная губернаторская планерка была построена по привычному сценарию. Но имелось и то, что можно отнести к числу задач, которые формируют программу действий не только на ближайшие дни, но и на долгосрочную перспективу. В частности, это необходимость налаживания более тесного взаимодействия с федеральным центром. Подробнее об этом Михаил Веселов. Все еженедельные планерки во всех организациях, учреждениях и на предприятиях схожи. И региональная администрация в данном случае не исключение. Сначала отчеты ответственных лиц по тем или иным направлениям деятельности. Затем подведение итогов того, как поработали на прошлой неделе. Ключевыми для каждого субъекта Российской Федерации при этом являются финансово-экономические показатели. Именно они определяют вектор движения. Для Ненецкого округа этот вектор пока остается неизменным, направленным на развитие. Доходы окружного бюджета составили 11 миллиардов 803 миллионов. За прошедшую неделю плановые доходы поступили в казну в размере 625 миллионов рублей. Расходы на сегодняшнее число составили 13 миллиардов 540 миллионов. И из них за прошедшую неделю расходы составили 781 миллион. Госдолг остался неизменным в таком же пределе 2,3 миллиарда рублей. Это важно. Региональный госдолг удается не увеличивать, несмотря на падение мировых цен на нефть и общую рецессию экономики, связанную с коронавирусом. Как и дальше сохранить устойчивость в условиях окружающей Ненецкий округ нестабильность. Послушаем в связи с этим руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Альберта Чебдарова. Он с коллегами как раз сейчас занимается подготовкой соглашений с Министерством сельского хозяйства России, имеющих в числе прочих целей привлечение федерального финансирования для более эффективной реализации региональных программ. Подалось добиться того, что на 2021 год увеличили практически в 2,5 раза средства по компенсирующей субсидии, это в первую очередь молоко, сохранили на текущем уровне стимулирующую субсидию, ну и также примерно на текущем уровне сохранили финансирование на поддержку ферм и в развитии сельской кооперации. Причем компенсирующую субсидию, по словам Альберта Чебдарова, федеральное профильное ведомство готово увеличить в 2,6 раза – с 22 до почти 59 миллионов рублей. Тем самым округ и впредь сможет поддерживать своих сельхозтоваропроизводителей без увеличения затрат на это из региональной казны. Впрочем, тут уж как совместно решат исполнительные и законодательные власти. Возможно, они посчитают целесообразным повысить сумму субсидий на производство местного молока. И вот как раз после этого и прозвучала ключевая, пожалуй, фраза этой планерки. Установка, так сказать, не только на краткосрочную, но и более отдаленную перспективу. Обращаясь к своим заместителям, коллегам, глава региона Юрий Бездудный в настоятельной форме призвал их максимально активизировать работу, способствующую привлечению средств из федерального бюджета. Каждый обязан приложить всемирные усилия по своему направлению, задействуя деловые контакты с различными ведомствами. Будь то Минсельхоз, Минздрав или Минэкономразвития России. Почему это необходимо делать? Ответ очевиден. Сегодня региональный бюджет испытывает не самые лучшие времена. Но это не значит, что мы должны будем, перестанем помогать нашим сельхозтоваропроизводителям или другим категориям. Мы хотим и будем сохранять помощь на том же уровне. Но для этого давайте возьмем из федерального бюджета больше, чем в этом году. Ненецкий автономный округ, в очередной раз напомним, не входит в число дотационных, а давно является донором казны государства российского, отдавая многократно больше, нежели возвращается сюда на реализацию наших социально направленных проектов. Михаил Веселов, Владислав Носкин, телеканал «Север». Продолжение следует...